Другим темам. За последние трое суток в Новосибирске выпала двухмесячная норма осадков. Снег с дождем сопровождался порывистым ветром. На дорогах образовались девятибальные пробки. При этом, если на центральных магистралях работала уборочная техника, то во многих дворах снега буквально по колено. Тему продолжит Александр Куршев. Жители домов 16, 18, 20 по улице Римского-Корсакова не понимают, за что они платят деньги коммунальщикам. Почему не убирать снег на Римского-Корсакова? Почему убирается? Дворники на данный момент работают. Можете поехать и посмотреть. Журналисты УТС показывают директору управляющей компании видео, снятое несколько минут назад на телефон. Реакция следует незамедлительно. Алло, Виктор, вы закончили обед. Сейчас телекомпания поедет, фотографирует о том, как вы убираете двор. Три дома стоят в нескольких метрах друг от друга и у каждого своя управляющая компания. Коммунальщики признаются, ситуация абсурдная. Использовать тяжелую технику трудно. Ситуации хорошо, что сообщили. К дому будет более пристальное внимание. И мы разберемся. Если факты, что вы сообщили, подтвердятся, будем разбираться с ЖЭО, штрафные санкции какие-то, перерасчеты и так далее. По данным городских властей, последние трое суток на дорогах мегаполиса работали 333 единицы техники. Вывезли почти 3,5 тысячи кубометров снега. На проезжую часть высыпали 517 тонн песко-соляной смеси. Однако не все горожане поставили бы пятерки коммунальщикам. Нет, не убирают. Мало убирают. Как у вас ситуация обстоит во дворе? Тоже так же, еще и хуже. А еще возле больницы вообще снегом все завалено. И воды много. А у вас во дворах снег убрали? У нас нет еще. Не убрали, да? Утром будет скользко, потому что обещают минус. Скорее всего завтра будет это насущные проблемы. Синоптики предупреждают, ожидается похолодание. К концу недели столбик термометра возможно опустится до минус 20 градусов. Александр Куршев и Константин Менин. Новости ОТС.